Пришла новость из организации «Память». «Память» — это прекрасная организация, которая переводит всё, что говорят по каналам Саудовской Аравии, Катара, по арабоговорящим каналам, так как они по-арабски говорят не то же самое, что по-английски. И я хочу, чтобы вы были в курсе того, что там сказано. На Аль-Арабии было интервью, это саудитский канал, и интервью было Александра Дугина. Оно было 23-го, и я только что получил его перевод. Дугин сказал, это всё цитата, «Это очень опасный конфликт, так как Россия не может проиграть, ведь это приведёт Россию к исчезновению». Россия не может сказать, «Хорошо, мы вернём захваченные территории, ведь это приведёт к внутреннему взрыву, и в России начнётся гражданская война». Россия не может проиграть ни при каких обстоятельствах, так как даже один шаг назад приведёт к тысяче таких шагов. А Россия будет биться до конца, потому что мы просто не можем остановиться. Мы не можем проиграть и не успокоимся, пока Украина не будет освобождена полностью от пронатовских политических элит, неважно какой ценой. Вот что мы будем считать победой. Сама по себе Россия не будет использовать ядерное оружие, так что нет причин угрожать ядерной войной. Однако, если Россия начнёт проигрывать, это будет настолько опасно, что в таком случае Россия может использовать ядерное оружие. Если же Россия позволит победить в конфликте, то это будет также означать победу и для Запада, и поражение для России. Вот только Россия выживет, и человечество будет спасено. Тем не менее, в любом из сценариев Украины больше не будет. Она исчезнет и если мы победим, и она же исчезнет вместе со всем человечеством, если начнётся ядерный апокалипсис. Даже если предположить, что Украина победит после смерти стольких людей полностью разрушенной инфраструктуры, всё равно никто не будет восстанавливать эту огромную страну, так что Украины, по сути, всё равно не будет. Если бы мы только не допустили разрушение Советского Союза, или же вовремя свернули шею Горбачёву и Ельцину. По моему мнению, это Александр Дугин на телевидении Саудовской Аравии, которого только что перевели. По моему мнению, Запад — источник абсолютного зла. Итак, подумайте, кому примазывается Саудовская Аравия? К Китаю и России. Они уже отказывают нам во всём, что мы заявляем на ОПЕК. Мы больше не близкие союзники с Саудовской Аравией. Что мы уже очень долго говорили левым? Мы всегда говорили левым, почему вы так близки со всеми этими ужасными людьми, мусульманскими экстремистами? Ведь первыми они убьют вас. Они не согласны с вашими... Они не согласны с Иисусом. Так что они придут за христианами, но вас они, скорее всего, убьют первыми, потому что вы заливаете всё своей мерзостью. Правильно? Послушайте вот это. Он говорит саудитским зрителям, по моему мнению, Запад — источник абсолютного зла. Он использует искусственный интеллект для уничтожения семьи, пола и человеческого естества. Я считаю, что мусульмане меня хорошо понимают, так как я считаю, что Запад — это антихрист, извините, и есть антихрист. А вот Путин вообще так не считает. Он видит Запад как весьма по какой-то причине агрессивно ведущего себя партнёра. Но теперь мы воюем с Западом, так как его союзник решил с нами сразиться. Но если Запад решит не сражаться с нами, мы будем поставлять ему дешёвый нефть и газ. Это какой-то апокалиптический язык, исходящий от одного из парня считают путинскими мозгами. Окей? А теперь... Я хочу вам дать ещё кое-что. Что заставит вас понять, с чем мы, возможно, столкнулись. Я не хочу, чтобы вы испугались, но я хочу, чтобы вы ментально и физически подготовились. Когда администрация Байдена пришла в офис, то они заявили, «Мы хотим снизить роль ядерного оружия в стратегии США». Что ж, прекрасно, и так мы заняты этим. Однако, есть четыре страны. Все в союзе против Америки и Запада. И каждая из них — зло. Иран, Северная Корея, Китай, Россия. 21 числа Владимир Путин объявил, что они приостанавливают участие в новом начале, так что впервые с 1972-го нет никакого соглашения по вооружению между США и Россией. 19 февраля было сообщено, что инспекторы Международного атомного агентства поймали Иран на обогащении урана до 84%. Вам нужен 90%-ый... Они заявили, что если этого пока и не произошло, то остались считанные дни до того, как они смогут обогатить плутоний. Эм... Или уран. И сделать его готовым для бомбы. Времени для действий против Ирана практически не осталось. Окей? Как только они смогут, они сделают. Администрация Байдена пыталась обговорить ограничения по иранской ядерной программе. Но потом они начали очень жестко подавлять протесты у себя. И Байден сказал, что он может в крайнем случае использовать силу, но крайний случай уже наступил. И насколько нам известно, мы вроде ничего военного не готовим. А вот Израиль будет. Даже если им придется действовать без поддержки, они будут. 18 февраля Северная Корея провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Они показали возможность достижения континентальных США. Это уже третья страна. У нас есть Иран. И Иран теперь ведет переговоры с Россией по покупке. У России межконтинентальных баллистических ракет. А потом они снарядят их своими атомными бомбами. Окей? Итак, это уже три. Северная Корея — это растущая угроза. И союзники Америки переживают по поводу наших возможностей, и они теперь начинают создавать свои собственные ядерные арсеналы. А южные корейцы жестко выступают за создание независимых ядерных войск. 7 февраля Пентагон уведомил Конгресс, что у Китая теперь больше МКБР, чем у нас. В 1962-м Джон Кеннеди сказал, что единственный способ нам быть в безопасности — это если мы больше и сильнее, чем кто-либо. Вот что происходит, когда уменьшается американское могущество. Я годами вам это говорю. В тот момент, когда в Америку перестанут верить, на нас сразу же набросятся все, кто нас ненавидит. И мир ввергнется в хаос. Вы должны думать не только о... Я хочу добавить еще пару моментов, и мне жаль, что я с вами это делаю. Правда жаль. Но я верю, что это мое предназначение — предупредить вас о том, что, возможно, грядет. Я не уверен, что будет именно это, и я скажу вам, что... В данный момент я не могу сказать, это будет уже скоро или нет. Я не могу сказать, так как я не знаю. Если это мое предположение, то обычно оно ошибочно, но если это уже началось, то ошибки нет. И я не могу сказать конкретно, но я чувствую, что времени остается все меньше, так как мы можем начать бомбить Израиль. Ну, не мы, Израиль может начать бомбить Иран уже сегодня. И все будет происходить очень быстро, так что вам нужно это знать. Есть ядерный комплекс. Вы помните на Украине, когда этот ядерный комплекс временно попал под контроль русских, и все волновались, что они его дестабилизируют, используют и отключат? К несчастью, мы теперь начинаем понимать, что это может быть оружием, причем даже ненамеренно. Но в том месте идет немало боев. Если из-за боев начнется Чернобыль, то у вас будет... Это будет глобальная катастрофа. Но то, что я... То, что я знаю... Знаю. Извините. Кое-что еще, кроме ядерной катастрофы. Я рассказывал вам, что есть склад амуниции в Молдове. И я разное про него слышал, и что он весьма важен и содержит много еще советских времен, и также, что нет там ничего, что можно было использовать, но это крупнейший склад советских бомб и прочего. И есть аккаунт в Твиттере, и я не утверждаю, что это правда. Он называется «Раскрыты разведывательные данные». И там говорится... Цитата. «Бывший военный инспектор Минобороны Молдовы сказал, что вооруженные силы какой-то страны, о которой я даже не слышал, заложили взрывчатку во все склады вооружений в этом регионе, включая склад с бомбами. Так что, если начнется какая-либо военная операция, то это вызовет массовые подрывы. Присматривайте за Молдовой». И вот еще, что вы должны знать. Это все вероятности, и они будут становиться все более возможными, так как мы выглядим невероятно слабыми. Но... Но одно, что я точно могу сказать, что происходит и будет происходить, и вы должны подготовить свою семью к этому. Российская Минобороны, а журнал российского Минобороны пишет, что Москва готовит новый вид военной стратегии для защиты от возможной агрессии со стороны США. Итак, они говорят, что готовят новый стратегический ответ и будут продолжать готовить. Тем не менее, то подготовка, а это уже действие. Это из National Review. Во второй раз за несколько недель, вы только послушайте, федеральные силовые структуры подверглись серьезной кибератаке, и Министерство здравоохранения и соцобеспечения США предупредило, что связанная с Россией группа кибервымогателей по имени Клоп взяла на себя ответственность за массовые атаки на более чем 130 организаций, включая индустрию здравоохранения. Атаки кибервымогателей теперь так же, обычны, как дожди с грозами. В таком потоке новостей вы могли и пропустить, но две федеральные силовые структуры подверглись серьезным кибератакам только в этом месяце. CNN сообщила, что местное отделение ФБР в Нью-Йорке расследует и работает над предотвращением этих киберинцидентов, недавно совершенной на частях компьютерной сети, включая компьютерные системы, используемые для расследования изображений детской сексуальной эксплуатации. Затем NBC News вчера сообщила, что у службы маршала в США неделю назад была взломана защита, что повредило важную информацию. В понедельник представитель маршала в США Дрю Уэйт признал, что был взлом, и сказал NBC News, что взломанная система содержала важную для деятельности информацию, включая акты по возмещению, административную информацию, персональную информацию, относящуюся к расследованиям маршала в США, третьим лицам и работникам. Уэйт сказал, что инцидент произошел 17 февраля. Пока нет данных о взаимосвязи этих двух атак. Тем не менее, кибервымогательство, которое заставляет организации переводить вымогателям немалые суммы за получение обратно доступа к своим компьютерным сетям, теперь обыденная повседневность для корпораций в США и для правительства. На прошлой неделе Министерство здравоохранения и соцобеспечения предупредило, что русские и связанные с русскими группы кибервымогателей согласно сообщениям взяли на себя ответственность за массовые атаки на более чем 130 организаций, включая индустрию здравоохранения. Окей, это все продолжает происходить, однако есть кое-что, что вы должны знать, что все вам объяснит. Прошлым летом, я не знал об этом, но команда российских хакеров по имени Колд Ривер атаковала несколько организаций, включая Национальные лаборатории Лоуренса Ливермора. Итак, все эти кибератаки так или иначе связаны с Россией. Но если вы помните, в июне 2021 Джо Байден встретился с Владимиром Путиным и дал ему ясные инструкции. По сути, дал ему лист критических объектов инфраструктуры, которые не должны быть атакованы. В эти 16 критических инфраструктурных секторов входили здравоохранение, экстренные службы и энергетика. Цитата. Я дал ему список, если я не ошибаюсь, их сейчас нет передо мной, 16 конкретных служб. 16 определенных как критические, согласно политике США, от энергетики до систем водоснабжения. Конечно же, принципы — это одно, но они должны быть подтверждены практикой. Страны должны предпринимать действия против преступников, которые на их территории занимаются кибервымогательством. Хорошо. Ладно. И... Он это... Серьезно воспринял? Нет. Нет. У него есть список. Российские хакеры. В России вы без участия Путина таким не займетесь. Российские хакеры не были остановлены. Их, наверное, даже наоборот подстегивали, а может даже и поддерживали на госуровне. Но мы же его предупредили. Их становится все больше. Атаки теперь идут день за днем. День за днем. Вот что должно вас беспокоить. Наша критическая инфраструктура, по поводу которой наша власть не делает ничего. Все, что мы делаем, это посылаем деньги самой коррумпированной стране в мире. И делаем себя еще большей целью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова